Ирина Ботнер, директор и основатель английской школы My English School, ведущий методист и сертифицированный преподаватель английского языка. Опыт преподавания более 17 лет. Есть такие как бы периоды у ученика, когда он в поисках, он тратит очень много времени на поиски вот этой волшебной пилюльки. Вот он где-то блуждает, он что-то скупает, он куда-то ходит на какие-то там встречи, семинары, вебинары, потом тратит деньги, потом начинает коллекционировать, у него уже полный компьютер всего этого, и всякие аудиокурсы, и всякие какие-то вот эти волшебные техники. Осталось только взять и сделать, да? До этого как бы мало у кого доходит, доходят руки, потому что всё заключается в мотивации. Если у человека мотивация какая-то такая не настоящая, а придуманная, то он будет тратить время на поиски вот этой золотой какой-то формулы, да, или какой-то волшебной пилюльки. И спустя какое-то время, когда он уже отчаивается, он понимает, что ну никуда не деться. Ну как минимум это уже не тот возраст, когда можно под подушку положить, да, там что-то, и поспать на ней, пошептать, заклинание сказать, или там 150 раз прослушать один и тот же диалог, и всё, и пошёл разговаривать. Ну нет, ну это уже всё, это как минимум не тот возраст, как минимум не те возможности. Нужно пахать, надо пахать, надо работать, нужен профессиональный преподаватель, который тебя, да, за ручку по этим всем лабиринтам поведёт, дабы сэкономить твоё время, потому что пока ты ищешь всё это, ты только тратишь это время. У тебя ничего не меняется, вообще ничего не меняется у тебя с английским языком. И единственный результат — это угрызение совести, что какой я такой-сякой, никак не могу взяться, никак не могу это делать системно, не хватает самодисциплины, да, и в результате, когда уже совсем прижала, когда там на работе сказали, что если через полгода ты там не сдашь такой-то экзамен, то ты потеряешь работу, человек понимает, что ну всё, пора что-то с этим уже делать. Это как мы к врачу, да, до последнего не хотим идти, ну, сейчас выпью таблеточку какую-то волшебную, да, там, сейчас боль прошла, ну, слава богу. Ну, а вот уже когда понимаешь, что никак, то идёшь к профессионалу и не пытаешься лечиться самостоятельно, да, уже делаешь то, что надо делать. Было, некоторые студенты, они, ну, как-то постоянно пропускают, ну, бывают такие периоды, какие-то разные у людей, это свадьба, рождение ребёнка, потому что я в основном работаю с взрослыми, и наоборот у них бывает такое, что они откладывают-откладывают, ну, постоянно, да, ну, они возвращаются, потом откладывают, и в итоге у них получается антимотивация даже, то есть они думают, всё, я ни на что не способен, я никогда не выучил английский, и они вообще перестают даже это делать, то есть они даже перестают пытаться, это тоже, это еще хуже. Ну, опять же, они перестают пытаться, потому что не очень надо. Ну да, да, значит, людям не очень надо, понимаете, потому что когда мотивация настоящая, когда мотивация истинная и исходит изнутри, не просто я хочу говорить по-английски, потому что все мои подружки разговаривают по-английски, когда мы едем куда-то отдыхать, в какую-то страну, они все общаются, разговаривают, весело щебечут, а я как дура, да, сижу, чувствую себя здесь лишнее и дергаю их, чтобы они мне что-то перевели, и вот поэтому хотелось бы вот... Ну, этого мало. Это не настоящая мотивация для плохого человека. Вот и все. Поэтому если они постоянно откладывают, если они постоянно съезжают, значит, не так сильно надо. Ну да, в основном мотивация такая, что просто... Все говорят, я тоже хочу. Почему? Чем я хуже? Английский же он всем нужен, и поэтому все... Я тоже хочу его знать. Да, и есть, конечно, те, которые вот на работе срочно нужны, и поэтому надо заниматься. И они начинают интенсивно заниматься, ну, то есть как бы и появляется какой-то результат, да. А так обычно... И вы заметили, что люди, которые очень заняты по жизни, да, у них работа, бизнес, там, семья, спорт, вот все-все-все, они как белка в колесе, они успевают еще и английский учить. Да, они... То есть чем больше человек занят, тем больше он отдается этому английскому, и он добивается своих результатов в английском языке. Почему? Потому что изначально человек умеет управлять своим временем, человек умеет ставить цели, четко понимает, зачем ему это надо, да, потому что английский – это в любом случае ключ, да, инструмент, ключ к какой-то двери. Выучить английский ради английского, я считаю, что это не мотивация. Зачем тебе нужен этот английский? Если ты будешь знать английский, то что? То что? Какие перспективы откроются? Что ты сможешь сделать, да? Давай представим себе. Нарисуем вот эту красивую картинку, да, я получу вот эту работу, я смогу работать наконец-то в турагентстве, то есть это вот из моей реальной жизни на днях, да. А для этого мне нужен английский, иначе меня туда не возьмут, а я очень люблю путешествовать, и мне очень хочется возить группы туристов, да. И вот когда английский становится вот этим ключиком для достижения какой-то твоей большой цели, да, вот такой настоящей цели, от которой тебя аж трясёт, когда ты себе представляешь, вот как оно будет, вот тогда люди работают. Тогда люди платят деньги, да, надо заплатить деньги, надо найти хорошего коуча, всегда надо найти хорошего учителя, тренера, там, называйте так, как хотите, и вместе под таким чутким руководством, потому что преподаватель, он знает, с чего начать, чем закончить, в какой последовательности, так, чтобы сэкономить твоё время, да. Но усилия-то всё равно придётся прикладывать. И, как правило, ещё кто съезжает обычно очень быстро, это те, которые с нуля начинают учить язык. Да, с нуля. Да, потому что им приходится тяжелее всего. То есть они там начинают с азов, и память ещё пока не привыкла, язык воспринимается как какое-то инородное тело, да, какой-то инородной информацией, идёт какое-то такое отторжение, всё непривычное, всё какое-то странное. И вот те, кому хватает вот этой мотивации, упорства, да, пережить вот этот начальный этап, когда дальше пойдёт уже всё легче и проще, да, уже память наша становится такая, как мягкий пластилин, мы быстренько всё это впитываем, и тогда как-то уже люди даже переходят в такую стадию, когда они чувствуют, что они на этот язык подсели. Там вот прям как какая-то зависимость. У меня есть ученики, которые владеют английским уже очень хорошо, то есть на уровне B2, в таком крепком уровне B2, и они снова и снова возвращаются ко мне в группу, проходят снова и снова один и тот же уровень B2, только там по другой программе, по другим учебникам, и когда я их спрашиваю, ну уже всё хорошо, ну что ты ходишь? Говорят, ну а что? Ну я не могу, я скучаю по языку, я скучаю по общению, я скучаю по... Ну и поддержание, конечно, всё равно нужно поддерживать. Да, да, да. Да, да. То есть люди, которые дошли до высокого уровня, это уже о них многое говорит. Это говорит о том, что эти люди сами по своей природе организованы, да, есть самоорганизация хорошая, как я уже говорила, это те люди, которые чётко знают, что им надо и для чего они это делают, и они уже, пройдя этот путь от начинающего уровня до своего высокого, да, они уже прошли все эти испытания, которые на этом этапе, потому что даже такие трудолюбивые пташки, в какой-то момент у них наступает кризис, да, они устают, им надоедает, им кажется, что результата нет, да, часто такое бывает, что я учусь-учусь, а вот результата нет, а это просто потому, что они не замечают, они со стороны себя не видят, и материал все усложняется-усложняется, планочка поднимается-поднимается, и им всё равно тяжело-тяжело-тяжело, да, легко не становится, но это понятно, потому что учебник, да, наш предусматривает, он каждый раз поднимает планку, и они вот всё барахтаются-барахтаются, ну, когда же будет легко? Ну, в учении легко не должно быть, да? Да, если стало легко, то это уже что-то, ну, странное. Ну, не на том уровне ты просто, да, не на том учебнике, и так далее. И понятное дело, что вот на этом пути от начала до высокого уровня ученик как бы переживает такие кризисные периоды. И для того, чтобы людям помочь в этом плане, мы, преподаватели, мы должны быть ещё и такими хорошими психологами, мотиваторами, да. Для этого надо просто время от времени, когда вот чувствуешь, что вот начинает как-то воздух скрипеть, да, вот чувствуешь, что люди твои как-то упадают у них, вот эта мотивация. Вот просто можно, я вот не жалею, буквально могу там 15, 20, 30 минут просто на русском языке с ними об этом поговорить. В такой доверительной обстановке, все вместе, всей группой. Да, потому что поддержка нам нужна. Потому что отношения у людей уже сложились, они уже чувствуют себя комфортно, и мы это обсуждаем. Об этом просто нужно время от времени говорить, тогда, когда вы чувствуете, что такая проблемка назревает. Мы, преподаватели, всегда чувствуем своих учеников. Да, и туда. Если вот чувствуешь, что их накрывает, то надо с ними об этом поговорить. Надо им просто рассказать, как это обычно происходит. Потому что, например, когда я, если работаю с начинающими учениками, со всем начинающими, у них сначала такая эйфория, да, потому что процесс идет очень быстро, накопление знаний идет очень быстро, сегодня ничего не знал, вчера, вернее, ничего еще не знал, а сегодня после урока вышел, смотри, я уже там глагол чеби знаю, я уже там столько-то слов выучил. И накопление информации идет очень быстро, и люди на подъеме. И когда я вот вижу, что они так, как шарик, так от удовольствия надуваются, я их сразу предупреждаю, что, говорю, смотрите, еще несколько занятий, и вы почувствуете такое нехорошее, такое будет ощущение, вам будет казаться, что вы ничего не понимаете, что у вас все перемещалось в голове, у вас какая-то будет такая полная инстагнация, и вы немножко расстроитесь, да, и вам покажется, что это только у вас так происходит, что вот, смотри, все остальные, как нормальные люди, а я что-то туплю. Я им начинаю рассказывать, что их ждет, да, просто вот немножечко опережаю этот момент и предупреждаю их об этом. И они его очень спокойно потом переживают с пониманием, да, то есть Ирина сказала, так должно быть, значит, так нормально, значит, со мной все в порядке. Да, это надо просто пережить, это надо перетерпеть, а потом будет вот лучше, да, потому что Ирина рассказывает, как будет потом, а потом будет хорошо. Да, действительно. И надо вот таким образом учеников, как бы их мотивацию, знаете, как это вот так вот поддерживать ладошками, когда вот чувствуешь, что вот пошла-пошла вниз раз. Или у меня там такие были интересные моменты, например, там, скажем, группа Intermediate, взрослые люди, и один мужчина, значит, после того, как мы закончили занятие, он подвозит меня на своей машине домой, нам в одну сторону, и в машине у нас такой с ним разговор. Он говорит, Ирина, вы меня извините, но я хотела поговорить, вот как-то мы перешли на новый уровень, я понимаю, что я там не всегда делаю домашнее задание, я не всегда готов, ну, я чувствую, что я вот что-то я тону. И вот я смотрю там вот Лена, например, наша, вот какая она молодец, у неё вот эта грамматика, прям вот она всё вспоминает, эти времена, эти предлоги, там даже артикли, ну, вот, а я вот чувствую, что я, наверное, не тяну, может быть, мне там другую группу, может быть, мне ниже уровнем, я не против, я ещё раз похожу там на уровень ниже. Ну, я ему говорю, там, Виталий говорит, вы успокойтесь, всё нормально. Ну, и начинаю его как бы успокаивать и говорить ему, что всё хорошо, не паникуйте, дайте себе время, новый уровень, новый учебник, понятное дело, вы чувствуете сейчас нагрузку. Ну, и буквально через пару недель идём мы с Леной после урока вместе прогуливаемся, и Лена мне тайком говорит, Ирина, мне как-то неудобно, конечно, так мучает этот момент, вот, знаете, как-то я так себя вот тяжело чувствую сейчас на этом уровне, мне кажется, я, наверное, мне надо пониже, потому что вот я смотрю на Виталия, слушайте, слушайте, он так свободно выражает мысли, он так бегло говорит, а я вот эту грамматику всю переворачиваю в голове, я пока что-то скажу, пока что-то рожу, и мне просто, ну, как бы смешно, да, потому что, ну, люди просто всегда думают, что они, да, хуже, только... сравнивают и, да, и сравнивают свой прогресс с другим человеком, и тем более, вы, наверное, описали сейчас вот два типа людей, да, которые у вас в одном видео, я смотрела, вы говорили, что есть два типа людей, scientist, gamblers, иначе... да, да, кстати, вот это был, был вот яркий пример, вот этой Лены и Виталия, Лена как раз scientist, там, грамматика... Да, 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 вот они прямо яркие примеры, потому что Виталий, он, в принципе, никогда не делал домашнее задание, но он всегда посещал уроки, и он, приходя на урок, он включался на все сто, видите, там полтора-два часа, он пахал, то есть он все записывал, он все переспрашивал, он был включен, все вот эти два часа занятия. А кто хочет ответить? Я. Да, и если это такая там парная работа, то он будет разговаривать, там, больше того партнера, и... Да, Алена как раз тот тип ученицы, которые любят, чтобы было все чистенько, четко, все четко, правильно, и пока я не буду знать, что я говорю правильно, я не скажу. То есть, да, такие аккуратисты. Поэтому, какой типаж лучше или хуже, я бы не сказала, что это вот надо быть scientist, или надо быть gambler. То есть, если кто будет смотреть эту запись нашу, надо будет ссылочку оставить на это видео, для того, чтобы люди поняли, о чем мы вообще говорим, что это за два типа, типажа. Да, я не знаю, что я. Да, и это просто люди разные, они просто с разных сторон подходят к языку, да, но в один момент, где-то в какой-то точке, они встречаются. На одном, на одном уровне. Да, от одного и того же результата, да, только с разных, как бы, концов. И это просто нам, преподавателям, нужно понимать, потому что большинство преподавателей кто? Scientists. Поэтому мы, наверное, преподаватели, потому что мы любим, чтобы все было чистенько, аккуратненько, правильно, да, мы следим за правильностью, потом мы не учим. И преподаватели зачастую переживают, нервничают, из-за того, что gambler, если ученик gambler, да, он как-то вот не так учит язык, как нам хотелось бы, нам, учителям. Он допускает ошибки, у него много ошибок, у него грамматика не сразу укладывается. Ну, тут просто надо понимать, что это такой человек, и давать ему больше такие виды работы с учетом его особенностей, да, там, больше давить на аудиоканал, больше давать возможность ему разговаривать, ну, и, конечно, заниматься грамматикой, в том числе. То есть, вот этого тоже не денешься. То есть, я еще заметила, что вот в своей жизни, например, в личной моей жизни, ну, как я читаю какие-то инструкции, я ненавижу инструкции, то есть, я ненавижу читать инструкции, я ненавижу какие-то, ну, читать кулинарные рецепты. Мне вот почему-то всегда легче сделать на глаз, но вот именно в преподавании я scientist. То есть, как-то это, я не знаю, даже это так очень странно. Скажем так, в идеале, наверное, преподаватель, он должен даже как бы комбинировать в себе и того, и другого, потому что если он scientist, то это хорошо, потому что мы должны следить за правильностью процесса, да, правильностью языка и так далее, и выстраивать все это в определенной последовательности. Для этого нужен такой вот тип мышления, больше такой, даже математические, скажу, да, но в то же время мы должны быть очень креативными, мы должны любить экспериментировать, экспериментироваться на занятии, да, ну, как бы не останавливаться вот на каких-то своих уже привычных методах и техниках, и там всю жизнь только так и делать. Поэтому вот немножко от Gambler тоже преподавателю нужно иметь, да? Отлично. Редактор субтитров